У нас претензия к Кадыру, поэтому мы его считаем врагом, поэтому мы его, как увидим, убьем. Как увидим, Дон, это сделаем. Вот мы объявляем кровное месть, озвучьте, пожалуйста, Дон. Только тогда я буду принимать это от ингушского народа. Если вы меня необоснованно обвиняете, Дон, и стараетесь оскорбить, задеть честь, достоинство, я буду использовать все. И я не оставлю, Дон, тех людей, которые хотят запрятать честь, достоинство, Дон, моего народа, моего рода, семьи и лично, Дон. Поэтому я пойду на все. Кадыров недоволен критикой в соцсетях. Комментарии начались после одного случая. Бывший начальник управления по делам религии при главе ингушетии, встретив Кадырова на свадьбе, обнял его. За это на их юг отзивы обрушились с критикой ингуши. Он публично извинился за то, что так поприветствовал главу Чечни. Но теперь его стали критиковать чеченцы. И он еще раз извинился уже перед Кадыровым. Эксперты указывают, что это ситуация отголосок конфликта четырехлетней давности, когда было принято решение о границе между республиками. Фактически тогда обменялись территориями в Ингушетии. Некоторые этим были недовольны. Медиаобращение опубликовал телеканал «Грозный информ» в своем инстаграм и сопроводил его вот такими словами. Хадзеев заявляет, что признает свою вину и отдельно просит прощения у главы Чеченской республики. Хадзеев публично извинился перед своим тейпом за рукопожатие и памятное фото с Рамзаном Кадыровым. Этот поступок, неподобающий для мусульманина, вызвал крайнее недоумение и возмущение у общественности и руководства Чеченской республики. Так что же будет через три дня? Что значит фраза Рамзана Кадырова, в которой он говорит, что сполна спросит с тех, кто пытается его очернить? На связи с нами министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев. Ахмед, Махмудович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, Катя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу? Ваши версии, ваши видения ситуации. Сергей, спасибо за вопрос и спасибо за предоставленную площадку. Очень приятно, в первый раз в эфире у вас, надеясь на дальнейшее взаимодействие средств и сотрудничества. Сергей, чтобы понять именно этот аспект последнего обращения главы республики Рамзана Ахмеда Кадырова, надо вернуться к предыстории. Надо коротко хотя бы рассказать фактуру, что происходило до заявления Рамзан Мача и до всех вот этих известных событий последних дней. Если вы позволите, я вкратце вот так изложу ситуацию, картину, как что происходило. Если вас не затруднит очень коротко, мы, к сожалению, ограничены во времени, а вопросов еще в достаточном количестве для вас есть. Постараюсь вписаться в ограниченное время, Сергей. Значит, как нам известно, в 2018 году между Ощельской республикой и Республикой Ингушетия было подписано соглашение по определению границы между субъектами. Данная работа была проведена по поручению федерального центра. Значит, действует указ распоряжения федерального центра, чтобы границы определялись между регионами. Здесь очень важный, ключевой момент, к которому я сейчас вернусь. Данная работа, она была проведена по инициативе ингушской стороны. По просьбе тогдашнего руководителя Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова, значит, были созданы комиссии из обеих республик. Была проведена кропотливая работа, большая работа и по итогу проведенной работы, опять же, на территории Ингушетии. И по просьбе тогдашнего руководства Ингушетии было подписано соглашение. Значит, две комиссии, которые определяли границу, значит, в комиссию входили и тогдашние руководители, и председатель правительства Ингушетии, и парламента, и различных других профильных министерств, ведомств. Значит, большая комиссия в большом количестве, руководители разных уровней определили, сами пришли к решению, что именно по этой границе надо заключить соглашение. Рамзан Манч всегда в своем обращении отмечает этот пункт, что он всецело пошел навстречу по просьбе Ингушетии, подписался до подписания соглашения. Соответственно, спросил у братского народа, руководства и главы республики, если это соглашение, эта граница устраивает Ингушетию сторону, то, безусловно, мы братские народы, если это вас устраивает, то Рамзан Манч готов подписать это соглашение. Значит, подобным образом было подписано соглашение после подписания данного соглашения. Определенная группа людей, они начали выступать, критиковать проведенную работу, и в 2018, в декабре, они же обратились в Конституционный суд Российской Федерации, высший судебный орган, где этот вопрос по иску ингушетии был рассмотрен в судебном порядке, и было вынесено решение, что подписанное соглашение, оно всецело соответствует всем требованиям законодательства. После подписания соглашения и судебного решения в Санкт-Петербурге, тем не менее, данная группа этих активистов со стороны Ингушетии, они требовали встречи, разъяснения с членской стороны, чтобы они могли провести диалог с руководителем комиссии, с председателем парламента Членской Республики, он руководил комиссией со стороны Членской Республики. Магомед В. Жахмедович, он принял спикер парламента, принял ингушетскую делегацию, показал все документы, аргументы, разъяснил все, вроде сторона делегации из Ингушетии, они всю эту информацию приняли, поняли, и после данной встречи, опять же, некоторые активисты из этой группы со стороны Ингушетии, они уже начали требовать рассмотрения этого вопроса в рамках шариата. Значит, соответственно, Рамзан Ахмадович в очередной раз пошел на встречу ингушетскому народу, уважил их пожелания, требования, и со стороны Членской Республики комиссии было анонсировано время и место встречи, чтобы рассмотреть подписанное соглашение и определение территориальной границы между субъектами в рамках, в аспекте норм шариата. Значит, за несколько дней было анонсировано место, локация и время, туда выехала наша комиссия во главе с руководителем, во главе с руководством духовенства, в приграничный населенный пункт между регионами, куда точно так же представители со стороны Ингушетии никто не явился. То есть за все это время, за несколько лет, я вам хочу сказать, что со стороны Членской Республики были многочисленно раз озвучены призывы предъявить какие-либо нормативно-правовые документы, предъявить какие-либо аргументы, обосновать свою позицию, свое недовольство. И что очень интересно, я в самом начале отметил, что данная работа, она была проведена по просьбе Ингушетии, с участием руководства Ингушетии, но все претензии этой группы людей, они сегодня адресованы к Рамзану Ахматовичу Кадырову. Все это время, буквально вот эти несколько лет, мы смотрим, получаем многочисленные видеообращения, оскорбления в социальных сетях, на различных других платформах. На протяжении всех этих нескольких лет от этой группы людей исходит критика в адрес непосредственно главы Членской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Здесь в регионе у нас тоже есть общественники, у нас есть духовенство, у нас есть старейшие... Папа, позвольте мне, пожалуйста, уточнить один важный вопрос. Кто же все-таки эти люди в Ингушетии, которые считают своим врагом Рамзана Кадырова? И на ваш взгляд, понятно, с чем это связано, но кто эти люди? Вряд ли это весь народ Ингушетии. Конечно, это не весь народ, я хотел сейчас прийти к этому. Значит, есть определенно несколько организаций, есть Совет Тейпов Ингушетии, есть различные другие активисты, которые, в частности, от себя высказываются. Как раз-таки ответ на этот вопрос Рамзан Ахматовичем было сделано свое последнее видеообращение. Я хотел прийти к этому. Последние чаши, конечно же, по поручению главы Республики, я продолжу свою мысль, в Чеченской Республике было запрещено отвечать агрессии, реагировать на эти различные провокационные выпады. Ни один человек из духовенства, из различных общественных организаций, ни один человек не отвечал критикой на вот эти многочисленные выпады. И вот буквально несколько дней назад, когда Рамзан Ахматович Кадыров, он проводил совещание в парламенте, он высказался вот по какому поводу. В Чеченскую Республику приезжала делегация представителей духовенства, последователи нашего великого устаза Уля Кунтахаджи, они приезжали на свадьбу в Чеченскую Республику, на свадьбу сына, потомка нашего великого устаза, где Рамзан Ахматович тоже находился. И после этого мероприятия члены делегации Рингушетии, они поздоровались с Рамзан Ахматовичем, пожали руку, спросили о состоянии здоровья, сфотографировались. То есть прошло такое братское общение. Рамзан Ахматович тоже в ответ заявил, что мы должны быть братьями, поддерживать братские отношения, потому что ежедневно тысячи людей из Чеченской Республики выезжают в Ингушетию и, соответственно, оттуда приезжают в Чеченскую Республику. После отъезда этой делегации из Чеченской Республики в Ингушетию, там, опять же, эта группа людей, они развернули информационную целую акцию против этих участников делегации, которые якобы поздоровались, пожали руку Рамзану Ахматовичу Кадырову, сфотографировались с ним. И под этим давлением, вот вы сейчас отметили в общем видео, я смотрел, что представители Тейпа заставили одного из членов этой делегации извиниться. Это неправильно. Представители Тейпа, они однозначно не имеют к этому никакого отношения. Есть группа людей, есть организация Совет Тейпов, которая, кстати, не имеет права выступать от лица всего ингушетского народа. Есть буквально несколько активистов, которые создают атмосферу межнациональной розни между народами Чеченской Республики, Республики Ингушетия. И под давлением этих людей, значит, один из членов комиссии, он обратился ко всему ингушскому народу с извинениями за то, что он поздоровался с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Конечно же, это уже переполнило чашу терпения. И в Чеченской Республике, в многочисленных населенных пунктах, в центральных районах, в мечетях, значит, большие группы людей, они начали собираться, потому что Рамзан Ахматович Кадыров это стопроцентно выбранный на голосовании, на выборах главарем Чеченской Республики, которого уважают, любят Чеченской Республики. И, конечно же, жители региона не устроило такое высказывание человека, когда он извиняется за то, что он поздоровался с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Начались многочисленные сходы граждан, начали собираться тейпы в мечетях, в районах Республики и критично высказываться в адрес этого человека и тех, кто его заставил извиняться за то, что он поздоровался с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Это, конечно, оскорбительно приняли в Чеченской Республике. И вот начались вот такие многочисленные акции, недовольство среди жителей Чеченской Республики. И Рамзан Ахматович, подводя к этой видеозаписи, последнему обращению Рамзана Ахматова Кадырова, которое, кстати, называют ультиматумом ингушскому народу. Это не соответствует действительности. Значит, это обращение носило абсолютно дружелюбный, братский такой. Тональность обращения была. Это был призыв не разжигать межнациональную рознь, не разжигать какие-то конфликтные ситуации, раздражители между народами. Я не знаю, сейчас ограниченное время, я даже подготовил какие-то вырезки из этого наступления. Вы знаете, к сожалению, у нас остается буквально, Ахмат Махмудович, 30 секунд. Если вот можно, завершите, пожалуйста, свою мысль. В итоге, извинения приняты, конфликт исчерпан? Я вот сейчас объясняю, принятый конфликт будет исчерпан уже, получается, через два дня. Значит, Рамзан Ахматович обратился к ингушскому народу с уважением, с любовью и попросил их в течение трех дней. Если различные активисты или организации обращаются к Чеченской республике и к главе региона с враждебными высказываниями, Рамзан Ахматович однозначно попросил их в течение трех дней обратиться к его роду, к старейшину его рода и однозначно заявить, что у нашей фамилии, у нашего тейпа или, может быть, у целого народа у нас вражда по отношению к главе республики. Однозначно, в конце концов, определиться, кто с ним враждует, потому что никто открыто это не заявляет. Все в соцсетях пишут, обращаются, выпускают многочисленные видеоролики, критикуют так или иначе. И вот Рамзан Ахматович в очередной раз выступил и попросил поставить точку, чтобы не разжигали межнациональную рознь. И чтобы люди однозначно в течение трех дней обратились, и называя свои фамилии, не в частности какие-то лица, а если есть тейп, если есть последователи определенного нашего великого устаза или какая-то группа людей, чтобы они однозначно заявили, у нас, Рамзан Ахматович, вам по факту таких-то аргументов или ваших действий у нас к вам враждали. Спасибо большое за рассказ и за объяснение той истории, которая произошла. Будем надеяться, что конфликт будет исчерпан через два дня, как вы и сказали. На связи с нами был министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова